Нужно ли платить кредиты после завершения банкротства физического лица? Что делать, если кредитор требует возврата долга после банкротства? А что будет, если вы забыли кого-то указать из кредиторов в вашем заявлении о банкротстве? Нужно ли платить кредиты после завершения банкротства физического лица? Что делать, если кредитор требует возврата долга после банкротства? Всем привет! С вами на связи Наталья Котряева, опытный арбитражный управляющий, эксперт банкротства физических лиц. Очень много завершенных дел, также обучаю юристов. Задавались ли вы вопросом, нужно ли платить кредиты после банкротства? Чем подтверждается списание долгов? Какие долги и до какого момента списываются? Если да, то поставьте лайк. На все вышеперечисленные вопросы я отвечу в этом видео. Итак, для тех, кто не знает, банкротство это установленная законом процедура о освобождении добросовестного гражданина от всех имеющихся долгов. По федеральному закону номеру 127. Закон успешно работает на сегодняшний день более пяти лет. И гражданин вправе, а в некоторых случаях даже обязан, подать на свое банкротство и списать долги перед своими кредиторами. Встает вопрос, какие долги списываются и до какого момента? Гражданин может освободиться от всех имеющихся долгов, которые возникли, а именно договоры, по которым оформлены до даты возбуждения процедуры банкротства. До даты, когда суд вынесет определение о принятии вашего заявления к производству. Это будет звучать следующим образом в определении. Принять заявление такого-то, такого-то к производству. И назначить дату судебного заседания по рассмотрению обоснованности на такое-то число. Простым языком, все долги и обязательства, которые возникли до этой даты, списываются. Если обязательства и долги возникли после указанной даты, то по этим обязательствам освободиться не получится. К примеру, если вы оформили договор займа после того, как суд принял ваше заявление к производству. Этот займ через процедуру банкротства списать не получится. В связи с этим не списываются в деле о банкротстве. И, соответственно, после завершения процедуры банкротства, вы должны будете выплачивать эти долги, текущие платежи. Вот здесь важно, что это такое, нужно разобраться. Это как раз те платежи и обязательства, которые возникли после даты, когда суд принял ваше заявление и назначил дату первого судебного заседания. Лучше и не скажешь. Как, к примеру, коммунальные платежи, те платежи, которые вы обязаны платить после указанной даты, их не получится списать в деле о банкротстве. А все долги, которые накопились до даты возбуждения дела о банкротстве, по ним освободиться можно. Не списываются в деле о банкротстве также требования и долги, которые предусмотрены федеральным законом о банкротстве, а именно пунктом 5 и 6 статьи 213.28. Это алименты, это моральный вред, это вред жизни и здоровью и так далее. По всем остальным долгам и обязательствам, кредиты, займы, ЖКХ, налоги, штрафы и так далее и тому подобное, по всем этим обязательствам освободиться через процедуру банкротства можно. Простым языком, после завершения банкротства эти долги платить не нужно будет. Каждого, кто смотрит это видео, попрошу подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео. Меня это мотивирует больше для вас записывать полезного контента, а также для своих подписчиков я каждую неделю провожу прямой эфир и отвечаю на вопросы по банкротству и списанию долгов. А также чем я могу быть полезна? Минута реклама. Я провожу процедуру банкротства под ключ со своей командой по всей России до результата с сохранением имущества, если это возможно, и защитой от коллекторов. Консультация бесплатная, контакты будут в описании под этим видео, а также сейчас контакты для получения бесплатной консультации вы увидите в этом видео. Но важно, консультация бесплатная для тех, кто еще не в банкротстве, кто еще не работает с юристами. А также я обучаю юристов нюансам банкротного дела, как стать экспертом банкротства физических лиц за 3-4 недели и зарабатывать за одно дело от 77 500 рублей. Опять же, подробности в описании. Сейчас я отвечу на часто задаваемые вопросы. А что, если кредитор не заявил своих требований к вам в процедуре банкротства? По ним вы также освобождаетесь. А что, если кредитор наоборот заявил требования к вам в процедуре? Финансовый управляющий за счет конкурсной массы, если такая будет сформирована за счет продажи вашего имущества или разницы между прожиточным минимумом и доходом вашим официальным, финансовый управляющий погасит требования этих кредиторов, а от непогашенной части вы при завершении процедуры банкротства освобождаетесь. А что будет, если вы забыли кого-то указать из кредиторов в вашем заявлении о банкротстве? Ничего страшного нет. По этим долгам и обязательствам вы все равно освободитесь. Однако, из-за того, что кредитор может узнать о вашем банкротстве в самый неподходящий момент и будет включать свои требования к вам в реестр и восстанавливать сроки на включении своих требований в реестр, из-за этого сроки, общее банкротство затянутся. Суд не завершит процедуру, пока не будут рассмотрены требования данного кредитора. И этот кредитор также будет вправе претендовать на конкурсную массу. Поэтому рекомендую не забывать о ваших кредиторов и указывать всех в заявлении о банкротстве. Когда суд списывает долги и чем это подтверждается? Суд освобождает вас от обязательств, а именно применяет правила об освобождении вас от долгов на основании пункта 3 статьи 213.28 закона о банкротстве при завершении процедуры банкротства. В дату судебного заседания, в последнюю дату по рассмотрению отчета финансового управляющего. Исписание с вас всех долгов подтверждается судебным актом, а именно определением о завершении процедуры и об освобождении вас от обязательств. Что делать, если кредитор требует возврата долга после банкротства? А ты кто такой? Давай до свидания! После того, как в отношении вас завершена процедура, и вы от долгов освободились. На практике, к сожалению, такое случается. Кредиторы подают заявление о вынесении судебного приказа, или коммунальщики отказываются списывать долги. Здесь я рекомендую с определением о завершении процедуры обратиться непосредственно к коммунальщикам и требовать списания долга. Или в иной банк, или к иному кредитору, если последние долги не списывают. А если последние, то есть кредиторы или коммунальщики, подают на вас в суд, то, соответственно, это определение о завершении процедуры направляйте в суд, который рассматривает дело. Суд либо прекратит производство по делу, либо вернет заявление вашему кредитору. Если ваши кредиторы отказываются исполнять решение суда, то можете написать заявление в прокуратуру. Хочу срезюмировать. После завершения вашего банкротства и освобождения вас от долгов, ваши кредиторы теряют право требовать с вас возврата долгов и обязательств, по которым вы освободились. Вы должны об этом знать. На этом по теме видео все. Если вам было полезно, интересно, поставьте лайк, поддержите меня, а также подпишитесь на мой канал.